Приветствую всех! Меня зовут Илья Макаров, я разработчик удобрений и садовод. Сегодня покажу новый инновационный способ заправки грядки без навозов, без компостов с современными удобрениями так, что дает очень мощный урожай, создает мгновенно структуру, лечит почву и самое главное, что можно не беспокоиться о подкормках весь сезон. Так, первое с чего начинаем. Это удобрение Organic Mix. Я буду использовать весеннее, оно для заправки весной лучшее. В нем самое большое количество питательных веществ, которые необходимы растению на старте. Второе, я использую препарат Структурин. Он улучшает именно структуру почвы, потому что органика позволяет строить различные компоненты, агрегаты, а вот чтобы с тяжелой почвой это очень быстро происходило, для этого нужен Структурин. Он очень хорошо сочетается именно с удобрением Organic Mix. И также я буду использовать препарат Кальций Гарден для того, чтобы все проблемы с вершинными гнилями, да любыми гнилями, закрывались на стадии, когда не хватает... В общем, гнили возникают из-за того, что у нас проблема с кальцием в большинстве случаев. Особенно вершинные гнили на томатах. Или, к примеру, у нас во время жары плохо развиваются огурцы. Или вершинные гнили также на перцах. Эту проблему решает Кальций Гарден. И третий препарат – это морские водоросли. Я нахожусь в городе Ульяновск. У нас лето в июне сложноватое в плане возвратных заморозков. Мне нужно подстраховаться от стресса. Этот препарат позволяет повысить холодоустойчивость. Сразу могу сказать такой нюанс. Для тех, у кого легкие почвы, Структурин просто не используйте. За место него используйте препарат Аквасей. Просто Структурин улучшает структуру, рассыпает комочки и собирает новые. А Аквасей, наоборот, добавляет вещества, которые увеличивают влагоемкость. И легкая почва становится влагоемкой. Ну, в общем, что мы делаем и как мы вносим. Первое, что я делаю. Я с грядки. Заметьте, у меня настолько легкая почва, что я даже не боюсь стоять на грядке. Обычно на грядку даже садовод боится наступить, потому что у него почва потом станет жесткая. В данном случае грядка с очень легкой землей. Она у меня была замульчирована с осени еще, стояла. Замульчирована опилками. Да, не бойтесь мульчировать опилками. Многие считают, что они забирают азот. Это действительно так, если перемешать с почвой. Но если они лежат на поверхности, и они сухие, то никаких проблем нет. Я отодвигаю опилки. Я сейчас заправлю грядку и верну эти опилки на место, ну, чтобы просто мне не таскать сюда еще опилок. Вот. Некоторые их закапывают после осени, прям перекапывают с грядкой. Так тоже можно делать, но тогда удобрений нужно класть в два раза больше, потому что на себя заберет часть питательных элементов опилки, когда перегнивают. Так. Смотрите, начинаю с весеннего удобрения. Можно здесь ложечка есть, да? Но она 20 грамм. Мне надо 200 грамм на квадратный метр. Я не буду заморачиваться. У меня одна горсть, это 50 грамм. Я аккуратно рассыпаю. Как раз на один квадратный метр нужно 4 горсти. Вот. Примерно. Я сейчас не буду всю грядку делать, покажу пример. Вот. Дальше структурин. Нужно учитывать, что структурин в два раза тяжелее. И его нужно в два раза меньше. Здесь нужно 150 грамм, поэтому я стараюсь неполную горсть разбрасывать. Ну вот смотрите, так как будто бы небольшие вкрапления белых комочков я оставляю. Вот. Все время спрашивают, а я вот если я не доложил удобрения, проблема? Вот лучше не доложить, чем переложить, потому что даже органические, даже такие современные удобрения, да, ну, все равно любят норму. У них есть точная дозировка, не просто так происходит исследование. Вот. Скольцегарден тоже очень тяжелый, поэтому неполная горсть. Я также рассыпаю. Вот. И водоросли. С морскими водорослами дозировка значительно меньше. Если удобрений нам понадобилось 200 грамм, кольцегарден из структурина по 150, то водорослей нужно всего лишь 50 грамм, не нужно много. То есть примерно квадратный метр я использую 3 ложечки. Вот одна ложечка. Вот. Многие говорят, а вот ты вроде немножко их насыпал, это как, разве они подействуют? Друзья, они впитывают большое количество, объем воды и расширяются потом в почве, поэтому не переживайте. Все. Такого рассыпал и перекапываю. Перекопка. Какие нюансы перекопки? Да, в принципе, никаких нюансов нет. Если у вас почва легкая, да, просто старайтесь выбирать сорняки. Если много червяков, вот как у меня, у меня жалко даже лопатой копать, да, друзья, честно, повреждаешь эти здоровенные червяки, да, я, наверное, сейчас схожу за вилами, да, просто перекапываем один раз. У кого почва глинистая, очень тяжелая, да, постарайтесь перекопать два раза, просто чтобы удобрения перемешались не с большими комями глины, а максимально лучше было перемешивание, называется гомогизация, когда идеально гомогизирован участок. В общем, мне нужно сейчас это перекопать, я перекапываю, оставляю, и можно уже сажать прямо сегодня, но у меня еще холодновато, прохладно, я буду сажать, наверное, попозже, причем значительно, может быть, даже через недельку или через две. Но можно сажать прямо в этот же день. Вот самый простой и эффективный способ заправки. Томаты, огурцы, зелень, корнеплоды, все, что вам нравится на этой заправке, растет идеально. Просто берем рассаду, сажаем, идеальный результат. Смотри, сколько. Смотри. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Это мы один раз копнули. Восемь. Восемь червяков. А ты куда? А, красавчик, это уже залез. Равномерно. Вот, красавчик. Вот таких вот червячков у вас должно быть очень-очень много. Друзья, это наши помощники, друзья, основные создатели микробиоты, правильных агрегатов, агрегатов упругости. Именно из-за них почва становится упругой, легкой, стимулирует корни, заставляет почву делаться более рыхлой, делает ее дышащей, увеличивает корневую систему растений, защищает нас от любых гнилей. Ну, в общем, это не просто помощники, это какие-то, в общем-то, божьи создания, которые на страже всего, всей безопасности продовольственной не только России, но и этой планеты. Это большие друзья наши, червячки. А вот после перекопки грядки я аккуратненько выравниваю грядку, разбивая крупные комья. Это обязательно делать, потому что оно должно перемешаться с удобрениями, и большие комья засыхают на поверхности. Лучше это выровнять. После этого я могу пролить грядку, но у меня еще сохранена весенняя влага. Удобрения начнут работать все так. Грядка кишит червяками, и сейчас все удобрения пойдут сразу в работу. Вот, поэтому я разрыхлил, разровнял, перекапывал, начал лопатой, но потом увидел, что сколько у меня червяков. Я червяков взял вилы и перекопал вилами, вот, а червяков, как говорится, все были возвращены обратно целенькие в почву, и я свою мульчу, которая у меня оставалась, закрываю сверху аккуратненько, чтобы ничего не испарялось. Вот, если мне даже сейчас мульчи не хватит, да, я потом еще немножко привезу, да, ну нет, вроде нормально. Вот, я не делаю большой слой сейчас, почему? Потому что нет растений, которые бы забрали влагу раз, а второе, нет жары, чтобы она испарялась два, и третье, самое главное, мне нужно, чтобы почва прогревалась и была теплая, чтобы рабочие удобрения работали, червячки уже там работают вовсю, поэтому грядка называется сейчас. Зреет, готовится, чем дольше постоит, тем лучше, но сажать можно уже на следующий день. Друзья, я начал вести канал специально для садоводов, буду выкладывать много профессиональных рецептов, как заправлять грядку, как выращивать растения, их защищать. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, а как только будет выходить новое видео, вы сразу его увидите.